Всем большущий привет! Сегодня я решила приготовить такое блюдо, не знаю, что там называется оно, в общем. Господи, как? Баклажаны, баклажанная икра. Баклажанная икра, печаем блюдо. Пальцы разъела, чеснок, резала, резала и пальцы щипеть не могу теперь, вот чеснока вот столько. Масло. Сидела, сидела и как вот четыре раза мне захотелось, баклажанную много масла, мне захотелось баклажанной икры. Вот он, баклажаны, нарезала я их вот так. Вот он, еще весь сатара. Я помалу не готовлю, стараюсь побольше готовить. Это у нас перчик, вот он. Так вот я его нарезала. Перец болгарский, разных цветов. Зелень, укроп и петрушка здесь. Помидоры, которые уже дали сок. Не все кладут, по-моему, мама мне не ложит морковь. Морковь и лука тоже много, только потому что мы любим очень лук. Первое, что я закину, это будет морковь. Еще кидают обычно лук первый, а я закину морковку. Пальцы щипеть невозможно. Чего их так разъела, а? Не знаю я. Вот сидела, сидела. И так захотелось, на дворе сентября есть, и так захотелось. Мне баклажаны икорки. Так захотелось, так захотелось. И вот теперь будем готовить. Ну что еще? Естественно, это соль. Кто-то еще посыпает сахаром, но это мы разберемся в конце. И в конце пробовать на вкус. Да? Что там как-то. Тогда я его не знаю. Так. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем. Пальцы, пальцы щипеть. Сейчас, если все портать. Нужно пантаной достать. Сейчас мне тут будут писать, что ты всякую серну несешь, готовишь. Девочки, я радаюсь для тех, кто заглянул ко мне, случайно на канал только потому, что набрал в поисковике баклажаны, там, укра, рецепты, еще что-то. Я являюсь себе блогером на YouTube, поэтому я разговариваю, разговариваю с твоими подписчиками в первую очередь. Тогда с своими, там, друзьями, единомышленными. Чаще всего, конечно, с девочками. Вот. Поэтому, поэтому, дорогие мои, я и рассказываю такие-то, такие-то истории. Было видео у меня про блины, по-моему, там еще что-то про мужа рассказывали, и мне стали писать, ты блин блины жаришь, или ты про мужа на своем, что-то там хвастаешься. Поэтому уточняю, что если вы пройдете на канал, может, Монзович там нажмете, да, то вы видите, что я являюсь лайф-видеоблогером. Это значит, я снимаю сегодня не по своей жизни. Потихоньку, без фанатизма. Это мое хобби. Вот. Моя работа. То есть, я не пытаюсь заработать деньги на YouTube. Ну, вот. Поэтому я просто для себя снимаю потихонечку, потихонечку. Захотела – сняла. Кризис там на душе – не снимаю. Как-то так. Вот. Что же кинуть-то дальше? Баклажаны или лук? Вообще, конечно, кидают лук. Лук, лук, лук. Но я вот не знаю. Лук-то воду даст. Да? Поэтому давайте-ка мы с вами кинем баклажаны. Кинем баклажаны. Баклажанов у меня много. Потому что я только делаю укру. Мне надо было лукцем все-таки. Ну, ладно. Замечательно. Замечательно. Ну, ладно, давайте, пишите меня. Отдыхайте меня там. Что я лошара. А я лошара, да. Но знала же, что надо кидать эти… Как их зовут? Как их зовут? Лук надо было кидать. Вот видите, луки, да. А кинем баклажаны. Ну, трудная голова. А то покоя не дают, грубо говоря. Надо подлить маслице в огонь. А то… А то сбой на него мало. Ну, да. Тут мне надо было сверстик монголы. Монголы. Монголы этот. Здоровый опыт иметь. Как его зовут? Монголы. Ну что ж такое? Казан, вот, так. Они еще ужарятся? Они жарятся, а они ужарятся, кто-хто, баклажаны, и все будет нормально, все будет нормуль, нормуль будет все. У меня долго-долго, на-на-на, 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 кушать... Смешно, да? Ну что, я все деткиSS шпеция? Все почему я просто не люблю долго стоять эти ты и готовить. Мне нужно после ça приготовить. Одним разом можно приготовить, вот я вот сейчас проплачиваюсь, сплачиваюсь. Сделала, резала, аж пальцы разъела от чеснока. Зато видео не получительное, так никуда не делается. Когда увидите, что у вас не совпадает реальность с возможностью. Вы знаете, я не успокоюсь, то есть, по сути, может тихануть или половину высыпать. Нет, я вот пока, я сегодня ужариваю, как я решила, я не успокоюсь. Будет долбаться сейчас. Для этих предел, как я готовлю, сразу много. Мне надо же в частном доме, ну уж никак не в квартире иметь какую-то, не знаю, печь отдельную, не кухонную там, ну, то есть, где-то засираться там. Для варки, для варки комфота, знаете, как я делала дальше жить. Сейчас она дома. Вот. И... И готовить. А то тут дома, как все засрешь, подстойку падает. Сейчас я накрою крышкой, у меня вот тут вот еще столько осталось. Крышкой накрою, и пусть она все тушится. Что ж теперь делать, да? Конечно, можно посолить, чтобы оно как бы сок дало. Тем оно как бы быстрее, он меньше станет. Ну, меньше, скажем так. Сейчас еще разошаю. Я вот решила, при ходу мужа, успеть приготовить, да? Конечно. А мне показалось, что я нормально нарезала под вот эту сковороду лок. А получилось, что я все равно много сделала. Вообще, я первый раз готовлю мглажанную икру. То есть здесь в этом видео я вам не советчик. Я просто беру своих друзей с собой. У меня появилось желание. Я решила поболтать на камеру вместе с готовкой. Ну, все, друзья. Прикрою-ка я в контору. Сама погрею себе чай. Вот. Вот. А вас пока. На пока. Вообще, как был чай. Это все нормально. Ну, я, наверное, буду убирать. Потому что, чтобы другие ингредиенты пусть вошли. Поэтому я поубираю чуть-чуть. Да-да-да. Поубираю. Правда, как вы и сказали. А это оставлю там вот это на следующий раз. Ну, как, что-нибудь другое придумаю. Там с картошкой. Точняк с картошкой не делаю чего-нибудь. Так и сделаем. Как. В общем-то, у меня получается, что у меня баклажаны, блин, на два захода. Ну, чеснок я точно чистить больше не буду. То есть, только мужа попросить. Можно второй раз сделать. Ну, понятно, что эти баклажаны, они не на закрутку назову, а так, чтобы поесть. Которые я помню рецепт, если уксусу ничего не надо. Просто обжариваем баклажаны. Урадуемся в жизни. Ну, все. Вот эта вот масса нормальная. Вот эта масса нормальная. Пусть тушится. Пусть тушится, жается. Молодо-зелено. Сырое. Сырое. Все сырое. Накрываем. Накрываем и ждем. Так, мы сейчас, наверное, таприки подсыплю. Вот как раз-таки, может, она и сработает как листа. Как? Здесь Стаха расскажет вам. Мало-шладкое. Ну, я паприки подсыплю просто. Дальше. Черный перец. Перец черный, молотый. Вот так вот. Дальше. Еще у меня есть прованские травы. Чуть-чуть их. Потому что они дают типичный аромат. Есть куркума. Но куркуму я не буду добавлять. Добавила горьба, так скажем. Маклажаны я не варила. Кожура, видите, я не чистая. Но я люблю, когда в кожуре, когда они чувствуются. Именно вот так вот мне и нравятся. То есть это специально. Потому что многие чистые, как кожура, я не люблю. А что касается помидора, я немножко подлофанулась. Ну, как бы. Вот я как бы хотела почистить кожуру. Но на четвертом, пятом помидоре я вспомнила, что я этого не сделала. И поэтому, и поэтому. И поэтому у нас будет с кожуркой. Посмотрим. Надеюсь, не будем сильно плеваться. Смирная. У меня тут не из перцев где-то должна быть. Да. Было. Вдохнуло. Не из перцев. Чуть-чуть посыпну. Чуть-чуть. Ну, наверное, тоже красный перец просто. Ну, все. Чуть-чуть. Все, все. 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 Чуть-чуть. Вот она уже начинает уменьшаться, не знаю, как я обожаю, как мне нравится на вид, это бурда, страшно течет, я сама раньше ее не делала, не глядя это. Можно делать нас с маслом, масок полно, больше даже чем надо, да, вот к концу дня, хотя я не знаю, по-моему из моих знакомых как-то особо никто помидоры не чистит, ну откажу где я ее веду, мне так кажется. Все, пушкай, пушкай, да, пушкай, а еще, томиться. Так, дальше болгарский перец засыпаю. Я люблю, когда очень много болгарской перцы, я его обожаю просто, но в моем случае я их только посмотрю. Мешал еще. Мешал еще. Мешал еще. Мешал еще. Да? Да? Можаю, в моем случае. Ну, да, сверти на куфу, мы же, потому что, да, сверти на куфу, мы же, как по куфу нарезал. Красота, красота, красота. Я подсолила еще, еще соль в конце, я потихоньку подсаливаю. Сверху буду закидывать, сейчас перемешаю, соль сверху. И сверху закидываю, наверх, без перемешки буду, кинул чеснок, чтобы он просто парился. Морковки много, вообще тут не то, что морковка, тут оранжевый цвет такой вкусный. Это, кстати, его, это, как же его зовут, а, вот так вот. Вот посыплю. Это у нас голгарский пюрец. Красота, чеснок, конечно, даст свой аромат божественный. Так, крышка накрыта, снимаю. Так, 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 так. Как вкусно пахнет, как же вкусно пахнет. Сейчас мы будем закидывать зелень. Вот, зелени очень много. Вот она, красота. Все это закидываю, что у меня тут. Причем закидываю зелень, потому что в конце надо кидать. Съели отмежу, чем буду помидоры заливать. Так, ну, и зелень машины. Так, все весело. Так, помидоры. Помидоры, какой же ложка. Помидоры дали сок уже стоять давно. Сейчас, наверное, уже стоять. Ну, сейчас у нас здесь все протошится. Так, ложану, все, перец. То, что не дожарилось есть, так сказать, да? Доело дойдет он. Еще. Еще помидоры. Помидоры, наверное, все закинули. Хотя помидоров дожан, вроде как, меньше, чем баклажан. Но у нас, походу, не знаю, а может пора у нее, у нас тут получаем баклажан, которая по-начальному ориентировалась. Ой, так аппетитно. Так аппетитно, что мы все тут падаем. Все. Весь разик урок. Весь раз, еще все. Раз, пустой. Раз, походу. Раз. Обзора пошли немного. Соответственно, будем рушить влагу. Чтобы она испарялась. Ну, ничего. Я-то съем. А вот будет ли есть муж? Все ингредиенты здесь. Осталось тушить, тушить и потом, так скажем, проявляем соль, соли, соль, 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 соль. Все, процесс пошел. Вот он результат, вот чесночок. Всем приятного аппетита, красота. Жидковато, правда, но это чуть-чуть еще будет нормально. Вот так обычно такие бутерброды я делаю. Икра баклажанная, заморская объедение. Все, будем пить чай вместе с котом, конечно же. Все, не знаю, ну очень вкусно. Любой дурак может приготовить, правильно? Пока-пока.